На выставке Ван Гога «Я главный экспонат» поется в песне группы «Ленинград». Но в алматинских музеях есть работы и получше актрисы Юлии Топольницкой. Творение самого Энди Уорхола теперь доступно для лицезрения всем искусствоманам и гостям Южной столицы. Но алматинцам стоит обратить внимание и на другие работы, которые представляют наибогатейшую коллекцию Государственного музея искусств имени Костеева. Государственный музей искусств имени Костеева является одним из крупнейших в городе. В его коллекцию входят экспонаты, относящиеся к казахскому, русскому и зарубежному искусству. Сегодня мы поговорим с посетителями галереи и узнаем, какие экспозиции нравятся им больше всего. Музей искусств имени Костеева был выбран не случайно. Съемочную группу сюда привели несколько причин. Первая – это акция, которая действует весь октябрь. Вход в музей абсолютно бесплатный. К слову, первую экскурсионную группу ждали мы недолго. Студенты сразу заняли внимание гида в галерее казахского искусства. А вот мы отправились на поиски второй причины, по которой явились сюда. Это первая в Казахстане работа Энди Уорхола, подаренная музею в начале октября. Жители и гости Алматы теперь могут любоваться картиной экс-первой леди США середины прошлого столетия Жаклин Кеннеди. Полотно под названием «Джеки Кеннеди» принадлежит самому основоположнику поп-арта Энди Уорхолу. И именно к этому уголку мы прямо сейчас и направимся. «Джеки Кеннеди» – это одно из девяти полотен, посвященных супруге 35-го президента США Джона Кеннеди, изображающих радость и печаль, соответственно, до и после смерти главы Америки. Однажды сам Уорхол признался, что кончина Кеннеди его мало интересовала. Жаклин являлась источником его вдохновения. При создании этой картины Энди Уорхол использовал технику трафаретной печати. После знакомства с американским поп-артом пришло время заглянуть и в другие уголки музея. По словам сотрудников галереи, большую популярность у посетителей представляют работы именно казахстанского искусства в виде живописи, скульптуры и графики. Среди известных деятелей этих жанров можно отметить Танцыкпаева, Кужеленко, Нурмухамедова, Исмаилова и, конечно, самого Костеева. В отдельном зале представлены работы художников западного мира. В нашем музее представлена уникальная коллекция искусства Западной Европы. Начиная с конца XV века она представлена такими странами, как Италия, Франция, Германия. Здесь можно увидеть искусство малых голландцев, уникальные произведения классицистического и барочного стиля. Русская экспозиция здесь тоже пользуется успехом. Подлинные картины Воснецова и Вазовского, Рейпина разделяют общую площадь с полотнами, что помладше – это Серов, Кончаловский и Коровин. Количество посещающих заметно возросло. И высшие учебные заведения, колледжи и школы – все с удовольствием приезжают. Очень много людей приходят сюда именно для того, чтобы не просто познакомиться с нашей коллекцией, а уже в очередной раз посмотреть на полюбившиеся экспонаты. Пока мы изучали произведения Уорхола и знакомились с зарубежным искусством, первая экскурсионная группа завершила осмотр галереи художника Костеева, поделилась своими впечатлениями от увиденного и предложила свои методы популяризации городских музеев. Что из экспонатов вам понравилось больше всего? Мне очень понравились картины Костеева, потому что, ну, когда смотришь на них, все как будто оживает, ты как будто в то время переносишься и все перед тобой происходит. Популяризировать музеи, мне кажется, нужно заниматься маркетингом больше, как бы рекламировать музеи, потому что именно вот реклама музея в Алматы, ее очень мало. Картины, скульптуры, несмотря на свою безмолвность, каждая несет свою историю, написание, путешествие по свету и, наконец, остановки в Казахстане, в городе Алматы. Шинар Адибаева, Азамат Мадьяров, Headliner. Спонсор показа. Компания «Нефтехим» ЛТД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова